Говорят, что после драки кулаками не машут. Закон о выборности губернаторов во втором чтении был принят, но коммунисты не собираются оставаться в политическом нокауте. Еще до первого чтения партийцы пытались внести в законопроект свои коррективы. Мы решили не просто сделать предложение поправки фракции, а сделать именно гражданским обществом. И рекомендации, которые мы приняли, были направлены за подписью руководителя фракции в избирательную комиссию, председателю областной думы, председателю профильного комитета Чудескому Борису Николаевичу, прокуратуру, потому что прокуратура в областную избирательную комиссию внесла свое резюме, практически без замечаний и в юстицию. Но совершенно предсказуемо большинство поправок, внесенных оппозиционными партиями, приняты не были. Коммунистов это задело заживое. По их мнению, требования к кандидату в губернаторы заведомо невыполнимы никем, кроме все тех же единороссов. Кстати, к законопроекту о вице-губернаторе у коммунистов тоже претензии имеются. У нас сегодня в области появляется фигура, которая при длительном отсутствии губернатора будет утверждать законодательные акты и их обнародовать. Но эта фигура не согласуется с законодательным собранием. Если губернатор сегодня избирается законодательным собранием, в будущем будет избираться этим, то эта кандидата вообще не согласуется ни с кем, а она будет утверждать эти законодательные акты. Ну это же ведь нонсенс. На последний законопроект у местных коммунистов еще есть шанс повлиять во втором чтении. С выборами же губернатора может поспорить только партийная верхушка на федеральном уровне. Так как, по мнению партийцев, новые правила выборов глав регионов противоречат целому ряду принципов, заложенных в Конституцию России, коммунисты отспорят их в профильной инстанции, а именно в Конституционном суде.